В эфире Деловые новости. Меня зовут Елена Мирошниченко. Здравствуйте. Начинаем выпуск с цифры дня. 4,5 триллиона рублей понадобится на выполнение инициатив Путина, которую он озвучил Федеральному собранию. Деньги до 2024 года будут брать из свободных остатков, которые есть на счетах казначейства, из резервного фонда, а также, скорее всего, дополнительным источником станет отмена части налоговых льгот. На электронику в обязательном порядке будут устанавливать отечественное программное обеспечение. Сроки перечисления маткапитала в банк могут сократить. И почему копить деньги в банке на счету предпочитает все меньше россиян. Подробнее расскажем далее. На электронику, которую продают в нашей стране, будут устанавливать отечественное программное обеспечение, сообщает российская газета. С июля требование станет обязательным для смартфонов, для остальных устройств к 2023 году. Сейчас гаджеты продаются с зарубежным софтом. Реформу проведут в несколько этапов. На смартфоны и планшеты будут устанавливать антивирусные программы, навигаторы, поисковики, приложения портала госуслуг и платежные системы. Для планшетов, компьютеров и телевизоров со смарт-ТВ список дополнят программами аудиовизуального сервиса и приложениями, которые обеспечивают просмотр программ первого и второго мультиплексов. Сбербанк вновь стал самым дорогим российским брендом. Это результаты рейтинга Global 500. Кредитная организация расположилась на 139-м месте в мире, поднявшись за год на две позиции вверх. Всего в рейтинг попали три российские компании – Сбербанк, Газпром и Лукойл. Первые четыре места за американскими брендами. Amazon – лидер. Его стоимость – почти 221 миллиард долларов. Ниже расположились Google, Apple, Microsoft. За ними – южнокорейский Samsung. Минтруд предложил в два раза сократить сроки перечислением от капитала в банк. Напомню, с 1 января этого года при рождении первого ребенка семье дают от государства 466 тысяч рублей, которыми можно в том числе погасить ипотеку. Перечислять госвыплату в банк теперь должны в два раза быстрее. Это необходимо, потому что сейчас ведущие банки заключают ипотечный договор только после уплаты первоначального взноса. А это блокирует использование средств маткапитала на уплату первоначального взноса. То есть заемщикам приходится искать собственные средства. Минтруд намерен проанализировать практику, чтобы найти способы повышения доступности жилья для семей в рамках нацпроектов. Россия не менее охотно стали пользоваться финансовыми сервисами, выяснили в ходе опроса специалисты Центробанка. За год количество граждан, у которых нет счета в банке, выросло на 2%. Сегодня это каждый десятый житель России. Основная причина, почему соотечественники не открывают счет – отсутствие денег. А также боязнь, что банк закроется и они не смогут получить свои кровные обратно. Впрочем, у 87% счет все же есть, но активно пользуется им лишь половина населения. В Новосибирске появился новый банк «Санкт-Петербург». Раньше в городе было лишь его представительство. Теперь открыли филиал «Невский». Это одна из крупнейших кредитных организаций северной столицы. В международном конкурсе ее назвали лучшим ипотечным банком России. Накануне губернатор Андрей Травников провел рабочую встречу с руководством банка, где они обсудили перспективы сотрудничества, в том числе совместной реализации национальных проектов. Кроме того, стороны коснулись вопросов развития бизнеса и ипотечного кредитования на территории Новосибирской области. Экс-министр экономического развития России Максим Орешкин поспорил с британским инвестором о будущем России. Он уверен, что оно однозначно позитивное. Иностранец думает иначе. Основатель одного из британских фондов Билл Браудер заявил, что в России процветает коррупция и существует давление на бизнес. В связи с чем нарисованная российскими чиновниками картина перспектив экономики страны кажется ему излишне оптимистичной. Орешкин вступил в полемику. Цитирую. Есть разные точки зрения на этот вопрос. Я лично не знаю, кто прав, но реальность такова, что больше денег поступает в Россию. И эти люди, инвесторы, однозначно умеют считать деньги. И напоследок. В России придумали парашют для небоскребов. Точнее, целую систему для эвакуации людей. И назвали ее «Шанс». Разработка позволяет без специальных навыков десантироваться с 33 метров. Это высота стандартной девятиэтажки. В изобретение входит ранец с подвесной системой, три купола, которые обеспечивают заданную вертикальную скорость, и вытяжное звено. Оно гарантирует выход и раскрытие куполов на нужной высоте. Система прошла испытания, получила сертификат технического соответствия. У «Шанса» нет аналогов в мире. Разработчики уверены, такой парашют будет точно востребован компаниями, которые эксплуатируют высотные сооружения, например, бизнес-центры. На этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова